Здравствуйте, с вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Манифест в поддержку СМИ во Вроцлаве. Пресса выступает против эпидемии как повод для введения дополнительных налогов. Одна из крупнейших выставок в Европе. Можно подержать на руках паука, если не боишься. День Святого Валентина во Вроцлаве. Какие интересные идеи были для влюбленных. В Варшаве открылся новый госпиталь для больных коронавирусом. Сколько мест подготовили для пациентов. Словакия возобновила пограничный контроль на своей границе. А теперь подробнее. Манифест в поддержку СМИ во Вроцлаве. Пресса выступает против использования эпидемии как повод для введения дополнительных налогов. В субботу 13 февраля во Вроцлаве на площади рынок состоялся манифест поддержки СМИ. Медиа без выбора. Организаторы приглашали на акцию женщин, принимавших участие в женских забастовках, Комитет обороны демократии и другие организации. Волность выповедей и возможность коррестования с полного закреса информации Есть чем-то так очевидным, как поветствие для отдыхания. То есть, что есть у почтов прав человека. Есть то глубоко осадочное в идее соединенности, Которую в какой-то мере współтворили на своем малом закресе. В прошлую среду почти все телеканалы, радио и интернет-порталы Протестовали против введения нового налога на СМИ. Из-за этого не транслировались передачи и программы, Новостные сайты не работали. Издания начали распространять открытое письмо к властям Польши. Как средство массовой информации, которые работают в Польше уже много лет, Мы не отказываемся от своих обязательств и социальной ответственности. Ежегодно мы платим все большее количество налогов и сборов в государственный бюджет. Мы также поддерживаем самые слабые группы общества С собственной благотворительной деятельностью. Мы поддерживаем поляков и правительство в борьбе с эпидемией Как в информационном плане, так и путем выделения для этого ресурсов На сотни миллионов злотых, говорится в обращении. Поэтому СМИ решительно против использования эпидемии Как повод для введения очередного налога. По их мнению, это приведет к расслаблению Или даже ликвидации некоторых СМИ, работающих в Польше. Значительно ограничат возможность общества выбирать новости, Которые их интересуют. Акция продолжалась около 30 минут. Полиция несколько раз напоминала участникам, Что протест нарушает закон и списала данные протестующих. Словакия с понедельника закрыла для пассажирских и грузовых перевозок Небольшие пограничные переходы, в том числе 10 с Польшей. На остальных переходах со среды должны проводиться усиленные проверки, Сообщила в субботу словацкая полиция. С понедельника полиция должна информировать путешественников О новых правилах въезда в Словакию. Прохождение 14-дневного карантина и обязательное заполнение на веб-сайте формы, Которая должна быть заполнена не позднее, чем при пересечении границы, В случае прибытия из стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Карантин может быть завершен раньше 8 дня изоляции, если после проведения ПЦР-теста получен отрицательный результат. В Варшаве открылся новый госпиталь для больных коронавирусом. Южная больница в Усунув готова принять первых пациентов. Сначала заведение будет лечить пациентов, инфицированных COVID-19. После окончания пандемии новая больница будет обслуживать жителей южных районов Варшавы. Здание состоит из трех пятиэтажных комплексов. В больнице есть медико-спасательная служба и собственная вертолетная площадка на крыше. В больнице подготовлено 300 мест для пациентов с COVID-19, включая 80 с аппаратами ИВЛ. Пункт вакцинации против COVID-19 будет работать в новой больнице с 25 января. Строительство больницы началось в декабре 2016 года, но из-за пандемии было ускорено. После окончания эпидемии больница станет современным многопрофильным лечебным учреждением, которое будет обслуживать жителей Южной Варшавы. 14 февраля. Время для всех влюбленных, пар, родственников и друзей. В этом году особенно сложно набраться энергии или энтузиазма, но мы не перестаем думать о себе и укреплять узы, связывающие нас. Из-за коронавируса День Святого Валентина 2021 года выглядел иначе, чем обычно. Закрытые рестораны и частично закрытые кинотеатры значительно ограничивают пространство для влюбленных. Однако это не означало, что во Врославе нет интересных идей. Туристический офис в Рославянке подготовил прогулку ко Дню Святого Валентина с гидом под девизом «По следам любви на рыночной площади». Старый кляштер решил устроить особенный концерт в День всех влюбленных. В готическом зале прозвучали хиты любовного рока всех времен. Из-за коронавируса рестораны и тренажерные залы закрыты, но с 12 февраля вновь открыты ледовые катки. Во Врославе можно кататься на катках, например, на стадионе Врослав. Кинотеатр «Новые горизонты» приглашал на показ культовой романтической комедии 1961 года «Завтрак у Тиффани». Национальный музыкальный форум провел концерт под названием «Песни, любви и многое другое». Также прошла городская игра для влюбленных. Участников ждали увлекательные истории, логические головоломки, тренировка осознанности, отличные призы и смех. Пары, решившие все задания, приняли участие в розыгрыше привлекательных призов. Торговые центры города подготовили много разных акций для посетителей. В аркадах вратславских праздник начался с субботы. Покупатели, которые совершили покупки в этот день, могли забрать воздушный шар в форме сердца. Влюбленным также предоставлялось возможность сделать романтическое фото на фоне светящейся надписи лов. Несмотря на всю сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, Врослав воскресенье был наполнен любовью, счастьем, улыбкой и красотой. У нас есть фантастические новости для всех, кто хочет лучше узнать и понять увлекательный мир паукообразных. С пятницы, 12 февраля, в Sky Tower снова открылась одна из крупнейших выставок в Европе, где вы найдете более 50 экспонатов со всех обитаемых континентов. На выставке представлены в основном пауки-пцицы еды, но также скорпионы и африканские ветры. Какой паук самый едовитый в мире? Почему скорпионы светятся в ультрафиолете? На выставке вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы. Помест на фирме сродился уже много лет назад, делаем от 1996 года. Организуем губно выставы едукательные, делимы себя нашим пасейам относительно дзиких зверьезда и того, как фасценирующим свиатом есть свет маых зверьаков типа паянки или скорпионы. Выстава есть не только в Врославии, организуем ее в целой Польше, а также за границей. Хоть актуальнее скупилися губно на нашем ойчастном крае, выстава тоже походит губно из Врославии. Выстава есть на добро справа для всех, для фасценатов и не только, особенно для людей, которые боятся паянков, потому что помогаем избежать лёг и упреждений перед этими створениями. Выстава есть также направлено для детей, для родин, для людей, которые хотят познать натуре от подсцепки, или от самых меньших створений. Для посетителей организации подготовили много всего интересного. У входа в помещение вы встретите огромного, почти трехметрового паука, а внутри удивительные скульптуры, инсталляции в виде паутины и фрески, выполненные художниками из Нижней Селезии. Во время экскурсии профессиональные гиды ответят на вопросы гостей, а также ежечасно проводят познавательные лекции. Кроме того, смельчаки смогут подержать на руках одного из выбранных экспонатов. Выставка открыта ежедневно с 10 до 8 вечера на этаже плюс один в Скайтауэр. Выставка подготовлена с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Обязательно условия прикрывать рот и нос и продезинфицировать руки перед входом. Билеты можно приобрести на месте и онлайн. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться! Субтитры сделал DimaTorzok